МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Думаю, со мной многие согласятся, что в последнее время состояние дорог благовеченств как-то резко ухудшилось. Почему это происходит и что с этим делать? Как решать эту проблему? Сегодня поговорим в простых вопросах. И мой гость, замначальника Дорожной инспекции управления ГИБДД области, Александр Гончаров. Александр Григорьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, Александр Григорьевич, на одном из заседаний Городской думы вы назвали состояние дорог Благовещенска критическим. Скажите, когда-нибудь на вашей памяти было такое же состояние дорог? Такими же они были когда-либо? Ну, действительно. На сегодняшний день организация дорожного движения на территории города Благовещенска у нас составляет желать лучшим. В том числе и состояние проезжей части, технических средств регулирования. На сегодняшний день они находятся в неудобным состоянии. Ну, про всех сразу сказать нельзя, что это полностью дороги в неудобным состоянии. Но есть участки дорог, которые действительно у нас, в том числе угрожают безопасности дорожного движения. На сегодняшний день, за 10 месяцев 2012 года у нас на территории города Благовещенска произошло 66 дорожно-транспортных происшествий, где сопутствующей причиной возникновения ДТП было неудобным дорожным условием. А какие улицы уже сейчас надо бы закрывать? Они не соответствуют никаким нормам? Тут по всем нормативным документам существующим, решение по закрытию участков улицы дорог принимается комиссионно. Существует комиссия по обследованию улиц. Ну, от вашей стороны, что сейчас уже не соответствует? Уже, можно даже сказать, в таком состоянии аварийном практически. Это какие улицы? Ну, в очень плачевном состоянии. Это улица Студенческая, конечно. Все по ней ездят. Действительно, уже она достигла того момента, когда по ней небезопасно ездить. И необходимо уже ямочным ремонтом там не обойдется. Необходимо там либо реконструкцию делать, либо капитальный ремонт. Ну, пришла зима. Уже сделать мы это, наверное, не сможем. И поэтому придется терпеть. Ну, и закроете улицу, тем самым получается, нагрузите другие улицы, правильно? Да, я и хотел сказать, действительно. А если мы закроем улицы, ну, возрастет нагрузка на другие улицы, будет еще хуже. Поэтому тут надо осторожно подходить к этим моментам, к закрытию улицы. Что я заметила этим летом? Вот мое мнение субъективное. Часть перекопов ямы зарыли, осталась гравика. Все, то есть дорогу уже испортили. Либо там, где положили асфальт, асфальт такой, что все равно как по кочкам едешь. Есть и такие тоже участки дорог, да? Соответственно, у меня вопрос, а кто-нибудь следит за тем, в какие сроки устраняются перекопы? И каково качество потом того асфальта, которым покрывают улицу после перекопа? На территории города Благовещенское действует положение о проведении земляных работ. То есть перед тем, как кто-то у нас пытается сделать какой-то перекоп, закрыть улицу, они получают ордер на производство земляных работ. Этот ордер выдается административно-технической контроль. Управление административно-технического контроля при администрации города Благовещенское. На них возложенный контроль за сроками проведения работы, за восстановлением разрушенных элементов дороги и за всем остальным. За приемку. После того, как эти работы выполнены и произведены, выполнен асфальт, восстановлены разрушенные элементы, создается комиссия, и она должна комиссионно принять этот перекоп. В этом положении все прописано досконально. Поэтому я думаю, действительно, такие моменты были. Я не знаю, но прежде всего должен быть заинтересован производитель работ. Тот, кто проводит работы. Ведь на него, в соответствии с этим положением, гарантийные обязательства на капитальный ремонт и реконструкцию три года возлагаются. То есть он восстановил некачество, он еще три года будет перевосстанавливать. А в результате что получается? Восстановил некачество, у нас дорога не работала, закрыта была. Потом начал переделывать этот асфальт, опять закрывается это все дело, и опять у нас возникает сложная ситуация на дорогах. Но ваши силы повлиять на эту ситуацию? Если мы видим, что не справляется получается эта комиссия, по крайней мере, мы же видим, мы же ездим по этим дорогам. Вы как-то можете на это повлиять или нет? Со стороны госавтоинспекции за 10 месяцев я, перед тем, как идти на вашу передачу, посмотрел надзорную деятельность подразделения города. И вот ими 36 административных протоколов возбуждено за нарушение правил проведения ремонтных работ. Это, значит, может быть и просроченные сроки проведения работ, невосстановленное дорожное покрытие, либо отсутствуют какие-то технические средства организации дорожного движения. И если они отсутствуют, то составляются административные протоколы. На трех юридических лицах. Дальше что? Ну вот выгодите, 36 административные штрафы. По этой статье на юридическое лицо от 20 до 30 тысяч рублей. На должностной от 2 до 3 тысяч рублей. Вот такие у нас штрафы. Так, ну а посмотрели потом, предписание-то ваше выполняет кто-нибудь? Предписание, это отдельная статья, так называемая, Кодекс административных правонарушений 19.5, где решение, по ней принимает судья уже. И там штрафы на должностное лицо от 1000 до 2000 рублей, на юридическое от 10 до 20 тысяч рублей. Соответственно, невыполнены предписания госавтоинспекции, мы проверяем, составляем административные протоколы и направляем в суд для принятия решения. Ну, не штраф выплатили и дальше дорога в таком же состоянии остается, правильно? То есть на этом ваши полномочия заканчиваются, так я понимаю? Да, такое у нас законодательство. Ну, вот смотрите, я слушала ваше интервью на радиостанциях у Москвы, где вы сказали, что у вас отсутствует взаимопонимание с руководством дорожно-эксплуатационного управления. То есть это то предприятие, которое занимается ямочным ремонтом дорог, да? И на ваши предписания никто не реагирует. Почему дорожники так себя ведут? На тот момент у нас действительно практически полностью они бойкотировали наши предписания. В тот момент это что, сентябрь, октябрь? Это октябрь месяц. За этот период нами в отношении этого предприятия, МАОДЭ, было возбуждено два административных дела, как на юридическое лицо. Вот. И на сегодняшний день они находятся в суде. Судья примет решение по ним. Ну, а почему такое отсутствие взаимопонимания-то? По идее же работаете на одну и ту же цель, да? Цель одна и та же. Не могу сказать. Непонятно мне, потому что что-то сверхъестественное мы не требовали. Требовали там восстановить покрытие, ямы сделать, ограждение. Ну, то есть те работы, которые они обязаны в соответствии с муниципальным контрактом делать. Ну, на сегодняшний день, на сегодняшний день, так же я на передачу, я с городскими дорожниками пообщался, ГАИ города, мне дан ответ, что начали немножко к нам прислушиваться. Ну, вот хотелось спросить, вы выходили на городскую администрацию, да, как-то же надо договариваться? На сегодняшний день предписания выдаются и пока выполняются. Будут ругаться, будем составлять опять протоколы. Александр Григорьевич, я знаю, что в городе отсутствует проект организации дорожного движения, как таковой, да, и его никогда не было в городе. Ну, как я понимаю, обычно человеческим языком объяснить, это что? Это такой анализ, да, где нужно поставить там светофор, где нужно какую-то разметку. Да у нас такого проекта нет, правильно? Вот, и сейчас получается так, что администрация где хочет, там и ставит эти светофоры, там и ставит знаки определенные. Да как сейчас у нас происходит вот здесь работа? Этот проект, он очень нужен и для того понять, чтобы где у нас что необходимо еще сделать. Где поставить ограждение пешеходное или удерживающее, где поставить светофорный объект. Кроме этого, этот же проект говорит о том, сколько у нас наружного освещения надо и сколько есть. Ну, а у вас есть проект, а сейчас что у нас, это все хаотично делается, что ли? Действительно, раньше по нашим нормативным документам мы выдавали задания на установку таких технических средств организации. Ну, то есть вы увидели, например, вот в этом перекрестке нужно поставить светофор, да, вы выдаете администрацию рекомендацию, да? Да, по результатам года проводится у нас топографический анализ, так называемый, где мы выявляем наиболее аварийные участки автомобильных дорог, очаги аварийности, так называемые. И вносим соответствующее предложение о том, где необходимо поставить у нас в первую очередь светофорный объект. Это и сейчас у вас точно так же есть, да? Это и сейчас предложения у нас поставили. Так, ваши предложения выполняются? Предложения мы вносим, но на сегодняшний день наше положение в службе дорожной инспекции изменено, и мы больше таких заданий выдавать не будем. На нас возложили только контроль за правильностью установки. Вот поставить администрацию. Если неправильно поставили, если неправильно поставили тот же знак, тот же светофорный объект, если не там поставили. Вот, поэтому на сегодняшний день возникла такая уже необходимость, чтобы в администрации города Благовещенска создали какой-нибудь центр, может быть, группу, может быть, отдел организации дорожного движения, который бы занимался бы вопросами безопасности. Но вы выходили на них с этим предложением по поводу проекта? Вот последняя встреча с главой администрации города Благовещенска, Павел Викторовичем Березовским, он выслушал нас внимательно и пообещал что-нибудь придумать по этому вопросу. И я надеюсь, что, может быть, в ближайшее время появятся у нас специалисты в городской администрации, которые бы грамотно занимались бы вопросами организации дорожного движения. То есть вопрос назрел этот? Вопрос назрел и уже от него никуда не выйти. Ваши прогнозы, если дальше так ничего делаться не будет кардинально, к чему мы придем? Будут такие же пробки, как в Москве? Действительно, конечно, это будет так, потому что нужно...